Добро пожаловать в базу данных Вооружённых Сил. Запрос доступа к засекреченной информации. Устанавливается связь. Связь по защищённому каналу установлена. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на наш канал. Для доступа к профилю идентифицируйте себя. Внимание, данные повреждены. Пожалуйста, восстановите свой профиль. Подтвердите биографию до поступления на службу. Подтвердите психологический портрет. Подтвердите военную специальность. Продолжение следует... Подтвердите внешние данные. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Готовность номер один! Готовность номер один! Начинаем заход! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 1500 — это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гандон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектры — это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально всё именно так. Но только идиот верит в официальные версии. Спектров не посылают на тестовые полёты. Значит, здесь нечто большее, чем говорит нам Андерсон. Джокер! Доложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена. На вид всё спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поздравляю, капитан. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсону? Я собираюсь дать ему отчет по обстановке. Вот что, сэр. Может, он как раз вам расскажет, зачем мы здесь на самом деле? Думаете, руководство Альянса что-то от нас скрывает? Если мы должны просто испытать стелс-систему, тогда почему командует капитан Андерсон? Да еще этот Найлус? Спектры. Элитные агенты. Сверхсекретные. Зачем посылать спектра, причем спектра Турианца, на пробный полет? Что-то тут не складывается. Что вам известно о стелс-системах? Я только знаю, что она скрывает нас от сканеров и датчиков. Передовая технология. Нормандия. Единственный корабль с подобным двигателем-прототипом. Но почему у нас экипаж по полному штатному расписанию? Дешевле было бы оставить только основной состав. И шансов, что будет утечка, меньше. Да еще этот Найлус. Понятно же, что эта прогулка всего лишь прикрытие. Для чего? Понятия не имею, капитан. Но мы явно здесь под ложным предлогом. У вас какие-то проблемы с капитаном? Никак нет, сэр. Но я не понимаю, что он тут делает. Капитан Андерсон. Один из самых прославленных действующих офицеров. Если он переплавит все свои медали, то сможет сделать свою статую в полный рост. Такого бойца не посылают на пустяковое задание. Он слишком серьезно относится к нашему полету. Здесь что-то большее. Вы не доверяете Найлусу. Я вообще турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой дед участник войны первого контакта. Он много друзей потерял, когда турианцы на нас напали. Это было 30 лет назад. Нельзя винить в этом Найлуса. Да, вы правы. Но все равно меня нервирует, что на борту спектр. Тем более турианец. Мы корабль Альянса. Мы представляем человечество. Но Найлус, в отличие от всех нас, не подчиняется капитану. У спектров своя субординация. И они не летают на обычное задание. У Найлуса такой вид, словно он ждет каких-то боевых действий. Мне это не нравится. Вы не доверяете Найлусу. Я вообще турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой дед участник войны первого контакта. Он много друзей потерял. Вы не доверяете Найлусу. Я вообще турианцам не доверяю. Это у меня наследство. Найлус не обычный турианец. Это, конечно, верно, капитан. Мы корабль Альянса. Мы представляем... И они не летают на обычное задание. У Найлуса такой вид, словно он ждет каких-то боевых действий. Мне это не нравится. Попробую что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан. Я вырос, Найден Прайм Дог. Это не то место, где часто бывают спектры. Найлы что-то недоговаривают об этой миссии. Не сходите с ума. Здесь командует капитан. Он не станет подчиняться какому-то спектру. От него ничего не зависит, док. Спектры никому не подчиняются. Творят что угодно. Убивают всякого, кто встанет у них на пути. Ха, Дженкинс, вы пересмотрели шпионских фильмов? Как вы думаете, капитан? Мы ведь Найден Прайм недолго пробудем. У меня руки чешутся по настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, Капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Космопехи должны драться, а вы чинить их после драки. Я в курсе, капитан. Я была на войне и считаю, что глупо лезть на рожон. Вы оба могли бы поучиться у капитана Андерсона. Он не боится боя, но не станет рисковать понапрасну. Простите, док, но я скоро помру от ожидания. В первый раз у меня такое задание, и спектр на борту. Что вы мне можете рассказать о Найлусе? Турианцы пользуются уважением. У них больше патрульных кораблей в пространстве Цитадели, чем у любой другой расы. Хотя мы с ними не всегда ладим. Кое-кто считает их слишком упрямыми. Другие до сих пор винят их в войне первого контакта. Лично я с Найлусом и парой слов не обмолвилась. Он говорит только с капитаном Андерсоном. Я слыхал, Найлус как-то в одиночку перебил целый взвод. Поверить не могу, что я на задании вместе с настоящим спектр. Что вы знаете о спектрах? Только то, что рассказывают. Агенты спектры подчиняются только совету Цитадели. Обычно работают по одному или небольшими группами. Однако официальных полномочий у спектров нет. По сути, это тайная организация, которая поручена охранять и защищать стабильность галактики. Да, защищать любой ценой. Вот о чем не забывайте. Спектры стоят над законом. Вы ведь сами Сиден Прайм, верно, Дженкинс? Как оно там? Тишина и покой, капитан. Колонизацию проводили очень деликатно, так что на планете сейчас ни городского шума, ни загрязнения. Мои родители жили на окраине колонии. По ночам я бывало ходил на холм и глядел через поля на огни главного поселения. Очень было красиво. Но когда я стал старше, то понял, что для меня там слишком уж тихо. Потому и пошел на службу. Даже рай, в конце концов, надоедает. Есть идеи, почему нас отправили на Иден Прайм? Я точно не знаю, капитан. Иден Прайм одна из самых стабильных колоний. Вполне подходит для тестового полета. Ничего опасного там нет и быть не может. Но что-то там видно случилось, раз у нас спектр на борту. Вот и я места себе не нахожу. Не могу никогда ждаться настоящего дела. Относитесь к этому как ко всем прежним своим заданиям. И все сложится. Вам легко говорить. Вы-то себя показали во время Блица. Все знают, на что вы способны. Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Вы молоды, Капрал. У вас впереди еще долгая карьера. Не наделайте глупостей, чтобы ее не испортить. Не волнуйтесь, сэр. Я не напортачу. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан. Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал там довольно красиво. Говорят, что это настоящий рай. Да, рай. Спокойно, тихо, безопасно. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение. Так? Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Вы что-то знаете? Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Я уже догадался. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Должна быть какая-то причина, которую вы не назвали, сэр. Приказ самого верха. Информации минимум. Только, как говорится, необходимое знание. Ученые копали на Иден Прайм. Нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Я думал, что протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство. Ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Вопрос нешуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. Лишние руки могут пригодиться. Маяк не единственная причина, по которой я здесь, Шепард. Найлус хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить. Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на совет цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Во время Блица вы в одиночку сдерживали натиск противника. Вы не только проявили отвагу, но и показали большое мастерство. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Просто скажите мне, что делать. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Что вам известно о протеанах? То же, что и любому школьнику. Технически развитая раса правила галактика 50 тысяч лет назад. Потом сгинула. Куда и почему — неизвестно, хотя теорий куча. Понятно, что без протеан нашей цивилизации не было бы. Их цитадель — сердце галактического сообщества. Без их ретрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Мы все в огромном долгу перед протеанами. Мне хотелось бы больше знать об Иден Прайм, прежде чем мы там окажемся. Но что тут можно сказать? Мирная аграрная планета — одна из самых старых и успешных наших колоний. Мы показали, что готовы заселять новые планеты. Готовы выйти за пределы Земли. Иден Прайм — символ эволюции человеческой расы. А теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан. Даже ваше. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными. А тут целый маяк. Что если это архив по вооружениям? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Кому, например? Оттический Траверс — не самый стабильный сектор пространства Цитадели. Там орудует немало криминальных группировок. Для них протеанский маяк — достаточная причина, чтобы рискнуть и напасть на корабль Альянса. К тому же Иден Прайм находится на границе систем Термина. Оттический Траверс находится под защитой Цитадели. Если системы Термина нападут на нас, это будет актом войны. Теоретически, да. Но некоторые расы в системах Термина могут быть не против развязать войну. Вряд ли Совет порадуется масштабному конфликту с системами Термина. Так что мы должны все сделать без шума. Как прикажете, капитан? Мы уже на подходе к Иден. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Ложись! На нас напали. Несем тяжелые потери. Повторяю, тяжелые потери. Не можем! Эвакуация! Они свалились из ниоткуда. Требуется... После этого все обрывается. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. Перемотай на 38.5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер. Быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Оленка и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Включаю стелс-системы. Я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это маяк. Заходит на кольцо-1. Майлз, вы ее не знаете? Майлз пойдет вперед для разведки. Будет сообщать вам о ситуации. В остальном, прошу соблюдать тишину в эфире. Мы прикроем ему успехов, капитан. Успех миссии зависит от вас, шефа. Удачи. Заходим на точку-2. По периметру все спокойно, капитан. Продолжение следует... Во всехüngстей будет осуществляng. Продолжение следует... Вdad Важный ключ Продолжение следует... 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 Это моё задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь. Я не ожидал встретить здесь гетов. Ситуация сложная. Спокойно. У меня всё под контролем. Что это такое? Там, вдалеке! Это корабль! Посмотрите, какой огромный! КОНЕЦ 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 Никому не двигаться. Кто вы такие? Отлично, Коу. Говорил я тебе, нефиг высовываться. Все хорошо. Мы не враги. Мы просто фермеры. Мы прятались здесь с тех пор, как появился корабль. Расскажите мне все, что... Мы трое работали в поле, когда появился этот корабль. Они были у гаража. Совсем рядом с командой. Откуда ты знаешь? Мы ведь выжили. Если они добежали до гаража, то могли остаться живы. Вы что-нибудь знаете о протеанском маяке, который они... Да мы всего лишь фермеры. Мы слышали, что им удалось что-то найти. Но нам-то что? А тут такие дела творятся. Можете еще что-нибудь рассказать об этом корабле? Я сматывался, где уж тут его рассматривать. Походу он приземлился... Расскажи им про шум. Когда корабль спускался, от него шел какой-то странный сигнал. Было похоже на виск демонов. Только он звучал прямо в мозгу. Может быть, они пытались заблокировать его. Что бы это ни было, оно как будто разрывало череп на части. Я вообще ничего не соображал. Мне пора идти. Эй, Коул, мы всего лишь фермеры, а они солдаты. Может быть, отдать им все? Что б тебя, Блейк? Учись держать свой гребаный рот на замке. Коул, ты мне хочешь что-то рассказать? Одни ребята в космопорте промышляли контрабандой. Ничего особенного. В обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар. Какие именно пакеты? Я нашел пистолет и подумал, что он может пригодиться, если эти твари вернутся. Но вам, наверное, все это нужнее, чем нам. Давай сюда, и мы пойдем своей дорогой. Удачи! Капитан, это Найлус. Что-то движется вон за теми ящиками. Погодите! Не надо, не стреляйте! Я такой же, как вы! Я человек! Из-за того, что ты здесь прятался, тебя чуть не убили. Я... Извините, я прятался от этих уродов! Я Пауэлл. Я видел, что случилось с этим турянцем. Его убил другой турянец. Мне нужно знать, как погиб Найлус. Тот другой пришел сюда первым. Он ждал, пока появится ваш друг. А ваш друг называл его Сареном. Похоже, они были знакомы. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Сарен замочил его. Выстрелил ему в спину. Хорошо еще меня... Нам сказали, что в Космопорт привезли... Он на другой платформе. Наверное, туда и... Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как... Они убили всех! Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже кокнули! Как же так получилось, что ты единственный остался в живых? Они просто не успели. Я уже был... Подожди минутку. Ты спрятался за ящиками еще до начала атаки? Я... Иногда во время смены меня тянет вздремнуть. Я прячусь тут, чтобы начальство не уйдет. Тебе удалось выжить, потому что ты лентяй. Расскажи мне про корабль-носитель. Я никогда не видел ничего похожего. Он был... И еще... Он издавал такой... Звук, который сверлит мозг. Он меня... Нам нужно найти маяк, пока еще не может. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот... Я... Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...